Всем добрый вечер! С вами Маркелов Борис. Давайте проверим звук, как меня слышно. Поставите от 1 до 10 в чате, если звук нормальный. Сегодня мы проведем вебинар «Как зарабатывать в Whole World?» История реальных участников. Борис Маркелов, Россия. Борис Маркелов, это я. Сейчас вы видите мою заставочку. Сейчас я ее уберу и включу изображение. Итак, еще раз добрый вечер. Кто-то со мной знаком, кто-то со мной не знаком. Ну, будем знакомиться. Зовут меня Маркелов Борис. Я уже представился. Что сегодня будет на вебинаре и что вы узнаете? Вы узнаете мою реальную историю, которая произошла буквально не так давно, я как считаю. В проекте я с 2012 года. Двойной голос. Пишут в чате, что двойной голос. Давайте еще раз проверим звук. Двойного голоса быть не должно. Так, я немного буду отвлекаться. У меня здесь стоит ноутбук, я читаю. Итак, моя история началась в 2012 году, когда я пришел в проект. Как это получилось? Получилось это довольно-таки просто. Меня пригласил мой друг и одноклассник Сергей в проект. Так, каким образом он это сделал? Он мне прислал пригласительную ссылку. Пригласительную ссылку, по которой я зарегистрировался. И что меня привлекло в этом проекте. Вот именно вот видео, которое встречает вас на главной странице. Чуть попозже мы перейдем на главную. Я вам покажу, чем я проникся. И вы все это прекрасно знаете. И начало этого ролика видели многие. Но чуть попозже я, конечно, зарегистрировался. Чуть попозже я оказал финансовую помощь. На тот момент проект назывался Goldline International. И это был проект кассы взаимопомощи. В 2013 году мы начали помогать благотворительному фонду всем миром. И с учетом этого стало не очень, чтобы название оставалось Goldline. И мы переименовались в проект в Whole World. В одноименный проект. Так называется благотворительный фонд, которым на данный момент мы помогаем. Что хочу сказать. Много слышал упреков в свой адрес и в адрес участников проекта, что мы обманываем. Буквально за 15 минут до эфира позвонили люди и доказывали, что мы обманываем людей. Это мы тоже разберем на нашем вебинаре, что у нас все законно, что у нас все легально и что мы никого не обманываем. Я проникся вот идеей этого именно сайта тем, что он помогает людям, он помогает на данный момент благотворительному фонду, что мы делаем одно доброе дело. И люди говорят об обмане. На самом деле это все не так. На самом деле все законно. И у нас есть доказательства. Нам уже не надо ничего доказывать. Мы уже работаем более 5,5 лет. Мы работаем в правовом поле Российской Федерации. Налоги платятся. Организация ООО в Холлворд зарегистрирована. Вы можете проверить все данные на сайте. Все данные на сайте найти. Проверить работу организации. Проверить, что мы не нарушаем никакие законы. Деньги отчисляются именно фонду благотворительному всем миром. И многие говорят, что проект ОООО прикрывается благотворительностью и зарабатывает на этом деньги. Нет, дорогие друзья. Мы занимаемся благотворительностью и прикрываемся заработком денег. Все, кто хочет участвовать, мы принимаем любого участника, которому исполнилось 18 лет. Все, кто хочет участвовать в проекте всем миром, могут принять участие. И что я вам хочу сказать. Здесь невозможно потерять деньги. Потому что деньги идут на благотворительность. Скажите мне сейчас в чате, например, вот такая ситуация. Если вы пошли к своему знакомому на день рождения и подарили ему подарок, вы ждете что-то в ответ? Если да, напишите да. Если нет, то нет. Здесь еще какая концепция проекта. Концепция проекта состоит в том, что мы помогаем благотворительному фонду. И тем самым мы мотивируем людей принимать участие в этой благотворительной акции. То есть, помогая благотворительному фонду, люди помогают себе. Это вот оказание финансовой помощи. Это именно то, что нужно благотворительному фонду и нужно людям, которым распределяются деньги. То есть, 50 долларов идет сразу в благотворительный фонд и 50 долларов распределяется по сертификату. У вас в сертификате, если вы приглашены, у вас в сертификате 7 человек. И эти 7 человек готовы вам помочь. Что я хочу сказать. Когда я вступил в проект Всем миром, у меня, потом я в кабинете покажу, где найти этих людей, у меня появилось 7 помощников, которые непосредственно имели желание мне помочь. 7 человек, которые мне помогали прийти 5 лет участвовать в проекте Всем миром. И согласитесь, что это не так плохо, когда у вас есть поддержка. Когда вы вступили в проект, и у вас есть поддержка, и эта поддержка заинтересована в вашем продвижении. Да, возможно, люди думают, почему люди думают, что это обман. Да, какое-то представление, когда вступаете в проект, что в сертификате 7 человек, что это может все рухнуть. Но это не практически, это просто невозможно, чтобы наша платформа в Whole World когда-либо закрылась. Потому что платформа Whole World не принимает на свои счета деньги. Деньги распределяются непосредственно сразу по маркетингу. 50 долларов, как я говорил, уже идет благотворительный фонд. И 50 долларов распределяется между 7 участников нашего благотворительного фонда. Извините, я не мастак говорить спичи. Но я обычный участник такой же, как и вы. Так что не судите меня строго. Немного волнуюсь. Бывает такое. Итак, когда я вступил в проект, я работал механиком. Сейчас я расскажу чуть-чуть о себе. И потом мы уже продолжим. Я вам покажу, как здесь можно заработать. Я работал механиком. Я жил в Мурманске. Я ремонтировал снегоходы, лодочные моторы. И у меня была достаточно большая зарплата, чтобы ни в чем не нуждаться. И когда меня Сергей пригласил в этот проект, меня это захватило. И каким-то чудесным образом, наверное, это получилось, что когда он меня пригласил, через буквально год, в 2013 году, я бросил работу. Я бросил работу в этом сервисном центре, потому что у сервисного центра пошли проблемы. И получилось, что я уволился. И вот с 2013 года я фандрайзер. Я полноценный фандрайзер, который продвигает добро. Мы продвигаем добро по всему миру. В нашем проекте уже участвует более зарегистрировано. Более 900 тысяч человек. И вот по поводу этого тоже есть акция, о которой я расскажу тоже чуть попозже. И что я вам могу сказать, и что я хочу вам сказать. Многих людей страшит приглашение в проект. На самом деле это не так страшно. Приглашать здесь очень легко. Самое главное, что если вы не умеете приглашать, вам нужно просто дать промо-ролик, как это работает. Промо-ролик, как это работает, захватил меня. Промо-ролик, как это работает, захватил моего друга Сергея. Но я хочу сказать одно. В промо-ролике расписано все математически точно. То есть вы приглашаете человека, вам идет 10 долларов и идет постепенное распределение денег. То есть 50 долларов идет в благотворительный фонд и остальные распределяются по сертификату. Это в идеальном случае. Но обратно же я могу, я даже не могу. Я сегодня вам покажу человека, который пригласил 5 человек за 7 месяцев. И выстроил свою структуру. Если вы захотите посмотреть промо-ролик, это получилось практически так же. За 7 месяцев человек вышел на пассивный доход. Вот, смотрю, пока вопросов нет. Итак, мы продолжим. На данный момент я могу вам сказать, что моя сумма на счету уже шестизначная. Я не буду называть, сколько именно я уже заработал и какую сумму мы уже... То есть с помощью меня была перечислена благотворительный фонд. Это достаточно большие деньги. То есть если вы вот смотрели на главный сайт, мы уже собрали на помощь детям 900 тысяч долларов. Фондрайзерами за это время заработано за 5,5 лет, фондрайзерами заработано более 6,5 миллионов долларов. Если вы до сих пор считаете, что это не работает, то найдите меня в социальных сетях, хотя это официальные вебинары и мне так нельзя говорить. Я могу вам все показать. То есть я снимаю видео, у меня есть свой канал. То есть можете зайти и там все посмотреть. Итак, вот здесь пишут 900 человек и много мертвых душ, реальных пользователей меньше. Да, на самом деле реальных пользователей меньше. Потому что люди некоторые регистрируются, заходят, регистрируются и получается так, что они просто регистрируются ради регистрации. Но рано или поздно эти люди все равно будут у нас в проекте. И не сомневайтесь, так и будет. Наш проект растет, наш проект развивается и получается, что мы просто развиваемся, работаем и будем работать. И наш проект никогда не закроется. В ответ это я говорю всем скептикам, потому что закрываться как бы и нечему. Я уже говорил, что деньги поступают прямо на счет. Я счастлив в том, что именно с помощью меня, с помощью других фандрайзеров мы помогаем тяжело больным детям. Даже если вы считаете, что это обман, зайдите на официальный сайт или наберите www.ru. Найдите, хотя я вам уже позже чуть-чуть покажу, найдите вы контактные данные, позвоните, напишите и узнайте. Вы доказываете многим, и многие отвечают, что нет никакого благотворительного фонда. Позвоните и докажите это документально. Дальше я вам расскажу и покажу, как один человек добился многого. То есть неэтично показывать мой кабинет. Я покажу один из кабинетов нашего участника, который позволил продемонстрировать именно свой кабинет. И я покажу за 7 месяцев, как человек наработал свою структуру. Сейчас я отключу камеру и перейду непосредственно на главную сайту. Расскажу немного новостей, которые у нас добавились. А потом перейду именно непосредственно к кабинету. Покажу, как один человек может за 7 месяцев построить себе структуру. Итак, мы сейчас находимся на главной сайта. И многие, кто зарегистрирован, они здесь уже были. И многие знают. Главная сайта. Основные новости, которые произошли буквально на днях. У нас все видеопрезентации стали мультиязычными. То есть, сейчас я запущу презентацию. Остановлю. И снизу вы видите, что этот ролик уже переведен на 8 языков. И вы свободно можете приглашать сюда практически весь мир. Есть ролик на русском, есть ролик на английском, на итальянском, на французском, на немецком, на испанском, на португальском, на китайском. Ну и как вы знаете, что у китайцев очень многочисленные люди. И вы можете свободно приглашать китайцев. То есть, здесь все переведено и любой китайец поймет, куда вы его приглашаете. И так как я уже говорил, что проект работает с 2011 года и с нами уже 904 290 фандрайзеров. Да, не все они работают. Не все они работают. Но многие, большинство из них уже приняли эту эстафету. Многие, кто-то зарегистрировался, просто оказал финансовую помощь и не работает. То есть, есть такие люди, которые могут себе позволить оплатить 100 долларов, просто помогая людям. Также они могут зайти на официальный фонд, то есть на фонд помощи детям и помочь им напрямую. То есть, многим детям. Вот за 5 лет мы уже помогли 50 детям, которые получили необходимую помощь. Причем некоторые операции стоили таких денег, что их родители никогда бы их не собрали. А некоторые детишки просто приемные. Они находились в детских домах и у фонда попросили помощь, и фонд им не отказал. Итак, вот посмотрим. На сегодняшний момент, как я вам сказал, зарегистрировано 904 тысячи участников. Получено фандрайзерами 6 миллионов 492 тысячи 520 долларов. Передано в фонд 885 тысяч 20 долларов. Причем эти суммы и зарегистрированные участники постоянно растут. Еще одна новость, которую анонсировала совсем недавно наша программа. В честь того, что с нами уже 900 тысяч человек. Мы дарим 20 долларов на подключение бизнес-автомата. Бизнес-автомат это один из инструментов по приглашению людей в проект. То есть на полная сумма бизнес-автомата составляет 50 долларов. Что представляет из себя бизнес-автомат? Бизнес-автомат представляет из себя систему, когда вы не приглашая людей, покупая, можно сказать, если проще сказать, за вас проект дает рекламу, вы оплачиваете всего. Вот данный бонус действует до 31 мая, но действует он для тех, кто зарегистрировался, активировал свой кабинет и оказал финансовую помощь. И вы уже можете использовать с первых минут после активации вашего кабинета, вы можете использовать вот этот один из инструментов, который эффективно работает. Итак, я сейчас еще продемонстрирую три шага к большому успеху. Вы принимаете благотворительную эстафету, передаете эстафету другим людям, они делают то же самое. То есть это вот все вы можете найти на главной сайта. Теперь перейдем подробно, как это работает. Смотрите, на сайте, вот немного сайтов я встречал в интернете и до сих пор немного встречаю, где есть подробная инструкция о том, как действовать. То есть как работает благотворительная эстафета, вы можете ознакомиться вот здесь. Вот что нужно. И причем вы можете получить эту информацию даже не активируя кабинет. То есть вы можете просмотреть вот эту именно информацию, как это все работает. Вы принимаете благотворительную эстафету. Вы зарегистрировались на сайте сообщества по приглашению любого участника. Вот. И принимаете благотворительную эстафету. Принимая благотворительную эстафету, вы занимаете место в партнерской структуре, пригласившего вас участника и оказываете финансовую помощь в размере 100 долларов. При этом одна часть средства 50% направляется в Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром, а другая часть 50% вышестоящим спонсором по структуре. То есть более подробные инструкции. Вот в этом разберется, я думаю, даже ребенок. На ваши вопросы я буду отвечать чуть-чуть попозже, буквально через 20-30 минут я отвечу на все ваши вопросы. Ни одного не пропущу. Всем отвечу. Итак, 50% вы отправляете в благотворительный фонд всем миром, 10% вы отправляете в фондрайзеру, и по 5 долларов получают участники, чьи места в партнерской структуре находятся на втором-третьем месте. Но это все математика, это вы можете поучаствовать, посмотреть и почитать, если вы умеете читать. Самое главное. Передавая благотворительную эстафету своим друзьям, вы запускаете цепную реакцию добрых дел. Очень скоро у ваших друзей появятся последователи, и те, которые в свою очередь сделают так же. Ежедневно благотворительную эстафету принимают все новые и новые люди. Количество участников нашей команды стремительно растет по всему миру, и этот процесс уже не остановить. И вы это видели уже на мониторе. Посмотрите, как работает партнерский фондрайзинг. Каждый раз, когда кто-либо из ваших партнеров по команде совершает благотворительное пожертвование, вы тоже получаете финансовую помощь. Количество людей, которые вы можете передавать эстафету, не ограничено. То есть, если вы даже набрали 5 человек, и ваши 5 человек начали активно работать, причем сейчас я это все покажу, вы уже нарабатываете структуру. Но вас никто не ограничивает, чтобы приглашать, чтобы это было не 5 человек. Например, 10 человек, или 15 человек, или сколько вам угодно. Если вы найдете последователей, вы просто станете, как в ролике, миллиардером. Смотрите, вот наглядный пример здесь даже есть. Здесь вот написано, вы пригласили в сообщество всего 3 человек, таким образом на благотворительность удалось направить 150 долларов. А вы сами получили финансовую помощь в размере 30 долларов. Но обратно же, вот это очень хорошо выглядит на этих слайдах. И это на данный момент работает у меня, потому что я в проекте уже 5 лет. Больше 5 лет я уже в проекте с апреля 2012 года. То есть, пускай это будет 5 лет и 1 месяц. Смотрите, вот эта вся структура, это работает. То есть, вы спокойно можете пригласить 5 человек, только они должны продублировать ваши действия. Если они продублируют ваши действия, вы можете посмотреть, что будет дальше. Каждый из ваших последователей также приглашает по 3 человека. Вы получаете 45 долларов, а благотворительный фонд поступает 450 долларов. Смотрите, вот в чем суть этого всего, что это распространяется уже лавина. То есть, вы не можете остановить этот процесс, если вы пригласили даже 3 человек. И если эти 3 человека, вот эти 9 участников пригласили по 3, а эти участники пригласили еще по 3, у вас уже 27 участников. То есть, если кому интересно, зайдете на главную сайту, у нас вебинар ограничен по времени. Я не могу рассказывать очень долго именно про маркетинг. Многие этот маркетинг уже знают. И реально здесь, вот в этом проекте, помогая, занимаясь благотворительностью, получать переводы от людей со всего мира. Для чего это сделано? Это сделано лишь для того, чтобы благотворительность была востребована. Потому что немногие люди на нашей земле готовы помогать другим людям, которые нуждаются в этом. Я понимаю, что помочь всем невозможно в мировом масштабе. Но мы можем помочь тому человеку, которому вот срочно нужна помощь. Многие, конечно, говорят, что вот ваш проект не анонсируется какими-то, ну, прогрессом, первым каналом, вторым каналом. Его не анонсируют по каким-то центральным каналам. У нас все в самом начале. И, дорогие товарищи, могу что сказать? Что вы уверены, когда вы посылаете ваши смс-ки, когда по первому каналу, например, идет какой-то благотворительный вечер, вы уверены, что эти деньги доходят именно до адресата, куда они направлены? Да, по телевизору, по компьютеру вам показывают, что это на самом деле так. Но на самом деле иногда получается совсем нерадостная история. И вроде бы все вам по телевизору показали, но все это иногда не является правдой. Я, конечно, не готов утверждать. Я точно знаю, что на этом зарабатывают провайдеры, которые предоставляют эти смс-ки и все остальное. То есть я не вникал особо. Вот что еще хотел показать сейчас. Если у кого какие-то вопросы возникают, здесь, когда вы зайдете на главную сайту, вы можете ознакомиться, что такое партнерский фандрайзинг. А фандрайзинги вообще, то есть что это за понятие? Что такое партнерский фандрайзинг? Кому мы помогаем? Вот это именно то, что людей будоражит и они нас называют мошенниками. То есть кому мы помогаем? То есть вы можете показать именно вот эти все разделы, дать ссылки. Здесь же вы можете найти отзывы участников. Но я вам хотел показать еще одну вещь, чтобы вы удостоверились, что эта компания легальна. То есть вы заходите, нажимаете контакты и реквизиты. Здесь вы можете ознакомиться со свидетельствами, которые выданы государственными органами. У компании, компания зарегистрирована на территории Российской Федерации. Как общество ограничено ответственность всем миром. Смотрите, здесь есть ННН, есть КПП, ОГРН и адрес. То есть вот со всеми этими данными вы можете ознакомиться. Также вы можете задать вопрос консультанту. Вот в обратной форме он вам ответит в течение 24 часов. Итак, я смотрю, в чате идут вопросы. Непонятно, куда ли правда на самом деле. Итак, мы перейдем непосредственно к фонду всем миром. Мы перейдем к фонду всем миром. Это центральный, вот именно тот сайт, на котором расположены наши подопечные. Где вы можете ознакомиться именно с отчетами. Куда деньги ушли, когда деньги пришли, кому оказана помощь. То есть вы можете ознакомиться со всеми историями, которые есть на официальной странице благотворительного фонда помощи детям. Вот многим детям уже оказана помощь. То есть вы можете посмотреть это все. Сейчас ведется сбор помощи нужно 698 тысяч рублей. Собрано только 3050 рублей. Всем скептикам я могу сказать. На данный момент сейчас вы можете набрать смс с текстом 2w.ru. Далее вы можете набрать число 100. 100 это означает сумма, которую вы можете перечислить на данный момент данному ребенку. И отправить смс на номер 3443. И вот в отчетах вы можете уже увидеть себя. И вот эти деньги, которые поступают ежедневно. Вот поступление денег, которые поступают ежедневно. Вот если у вас есть желание помочь какому-то определенному ребенку, вы можете выбрать его и на вопросы чуть позже отвечу. И можете оказать напрямую помощь. Мы со своей командой, вот я даже некоторые знакомые, вижу фамилии, имена. То есть кто сколько может. Кто-то отправляет 50 рублей. Кто-то отправляет 100 рублей. Кто-то отправляет 1000 рублей. И вот эти переводы, которые люди регистрируются, по которым они идут на счет благотворительного фонда. Помогать, чтобы помочь детям собрать на тяжело, на операции, которые стоят в наше время очень дорого. И родители не могут им помочь. То есть даже вот расходы здесь можно посмотреть, куда, какие суммы ушли и кому. То есть всем скептикам, кто в это во все не верит. Вот все данные, куда деньги расходуются и в каком количестве. Куда они направлялись. Если вы хотите подробнее узнать и позвонить, например, в Международный благотворительный фонд помощи детям. Вы здесь же на сайте можете нажать на вкладочку «О нас». Найти реквизиты, если вы хотите адресно помочь детям. Найти контактные данные. То есть никто от вас ничего не скрывает. Смотрите, здесь есть юридический адрес, есть фактический почтовый адрес, есть номер телефона, по которому вы можете позвонить. Есть адрес электронной почты, по которому вам обязательно ответят. И если у кого-то возникают какие-то вопросы, именно идут ли деньги, помогают ли люди, вот именно детям, благотворительный фонд, позвоните. Вот это ответ всем скептикам, которые утверждают, что мы занимаемся обманом. Мы занимаемся благотворительностью. И мы хотим, чтобы благотворительность была востребованным делом. И мы хотим, чтобы вы получали поощрение за эту благотворительность. И мы не прикрываемся благотворительным фондам. Мы делаем доброе дело, мы занимаемся благотворительностью. И даем возможность заработать другим людям. Люди получают деньги за то, вот участники программы получают деньги за то, что они делают добрые дела. Что они приглашают новых участников, чтобы те приняли благотворительную эстафету и передали ее по всему миру. Здесь есть отчеты. То есть здесь, если кто-то не верит вот этим отчетам, есть официальные отчеты с 2012 года по 2016 год. Я здесь открыл для вас специально, чтобы не переходить. То есть здесь вы можете непосредственно ознакомиться. Вот приветственное письмо здесь есть. Кто в благотворительном фонде работает? Вот, правление Международного благотворительного фонда всем миром. Председатель, президент фонда Алексей Николаевич Суменков. Если кому интересно, можете поискать в интернете. Член правления Международного благотворительного фонда Артем Анатольевич Зайцев. Вот эти все документы вы можете сохранить к себе на компьютер. Они все в PDF файлах находятся. Здесь же расписано и то, куда ушли деньги, кому мы помогли. То есть вот с 2012 года по 2016 год у нас здесь 50 подопечных. Если кому интересно, можете ознакомиться с этим со всем. Здесь вот все отчеты вы можете найти именно вот здесь годовые отчеты. Здесь же вы можете найти, перейти на главную. Если на данный момент кто-то хочет оказать помощь, Артему Лобко, можете нажать «Оказать помощь» и оплатить удобным способом, которым вы хотите оплатить. Можете с телефона оплатить, можете Яндекс с днеками, вебмани, с визы. Все абсолютно легально. Деньги идут по назначению. И мы хотим, чтобы это доброе дело продолжалось бесконечно. И чтобы вы получали за это тоже вознаграждение какое-то. Помогать, конечно, нужно безвозмездно. Но, тем не менее, помогать надо как-то мотивировать людей на помощь. Так, сейчас я чуть-чуть... Так, это чуть позже. Смотрите, нам предоставил свой кабинет один из участников, один из участников моей команды, о чем я хотел сегодня рассказать. То есть, Валентина 7 месяцев, около 7 месяцев, с октября месяца она в проекте. Смотрите. Личная структура. Валентина пригласила на первый уровень всего 5 человек. Получается, что у Валентины все идет как в ролике. Пригласив 5 человек, она на втором уровне уже получила 191 человек. А что это значит? Это значит, что ее личные 5 человек начали работать. И те, кто со второго уровня пригласил тоже... Я не знаю, в каком количестве были приглашены люди. На третьем уровне у нее 154 человека. На четвертом уровне 169. На пятом уровне 68. 22. И так, в результате, за 7 месяцев, пригласив всего 5 человек, структура Валентины разрослась до 630 человек. А вы говорите, что это невозможно. Валентина на данный момент практически не участвует. Она получает доход уже пассивно. То есть, это движение уже не остановить. Это движение уже до такой степени, как лавина практически. Лавина опасна. Сейчас мы перейдем... Сейчас я тут открыл. Смотрите, про акцию, про 20 долларов я вам уже рассказал. Смотрите, сколько Валентина уже на пассивном доходе заработала денег. То есть, пригласив 5 человек за 7 месяцев, Валентина уже заработала 3493 доллара. Вы говорите до сих пор, что это невозможно? Вы утверждаете, что это невозможно? Вот поставьте плюсики в чат, те, кто считает, что невозможно пригласить 5 человек, и чтобы структура эта разрослась. Причем я могу перезагрузить, если вы думаете, что это Photoshop. Я могу перезагрузить несколько раз эту страницу и показать, что это работает. Смотрите, вот партнерская структура. Смотрите. Цифры не меняются. Транзакции... Вот у нее 6362 транзакции. А благотворительность уже перечислена только от Валентины. Но это непримерные цифры. Вот 2 миллиона 11 тысяч 300 долларов. И причем это считается со всей структуры. То есть, это не 2 миллиона, которые Валентина... Если бы вот эти все люди, которые на статусе фри находятся, и на статусе волонтеры, и на статусе бизнес, если бы они все оказали, на благотворительность ушло бы 2 миллиона 11 тысяч. Вы до сих пор не верите в это? Вы говорите, что это не работает? Вы говорите, что это лохотрон? Ну, все работает. Было бы желание. Было бы желание продвигать. Именно вот работать. И у вас для этого есть все условия. Смотрите. Сейчас мы перейдем непосредственно в личный кабинет Валентины. Вот, мы зайдем в личный кабинет Валентины. Когда она зарегистрировалась, сейчас я покажу. У нее был и есть спонсор Алексей Бастраков, который передал ей эту благотворительную эстафету. Также здесь есть еще 6 человек, которые заинтересованы в вашем продвижении. То есть люди, которые у нас регистрируются и начинают работать, вы знаете, что в вашем личном кабинете есть еще 7 человек, которые готовы вам помочь, у которых есть номера телефонов, у которых есть аккаунты в социальных сетях, у которых есть электронные почты. Вы кому-то из них звонили уже, спрашивали, что мне делать. Если эти люди не выходят на связь, здесь есть такая штука, и немногие, наверное, об этом знают. Называется она «База знаний». И после регистрации и активации аккаунтов у вас открывается «База знаний». Кто-то из вас, напишите мне в чате, кто-то из вас уже воспользовался вот этой инструкцией, кто-то делал. Вот здесь даже есть методики и обучающие видео. Здесь есть отличная методика по построению своей структуры. Есть методика именно по построению структуры ВКонтакте. Еще один из инструментов, когда человек регистрируется, это как дополнительный бонус. Вам дается 5000 рублей на рекламу в рекламной площадке «Сюрфернер». Вы уже воспользовались этим моментом и уже активировали этот промо-код. Все в этой структуре работает. Чем вы отличаетесь от меня, например, и чем вы отличаетесь от Валентины, которая за 7 месяцев построила структуру, пригласив 5 активных человек? Вот ответьте мне, у вас не такие руки, у вас не такие ноги, у вас не такой компьютер. Что вам мешает на одном аккаунте, именно пригласить 5 человек и получать пассивный доход? Что вам конкретно мешает? Итак, наверное, мы сейчас перейдем к вопросам. Сейчас включу камеру и буду отвечать на ваши вопросы. А их накопилось не так мало. Здесь уже начинают отвечать на эти вопросы. Отвечаю на вопрос Дамира Кулакова. Сколько один человек может иметь аккаунта в проекте «Всем миром»? Один человек, один аккаунт. Дело в том, что здесь есть такая полезная штука, которая называется «Причина участия». 50 причин. Вы на этот проект можете заходить всей семьей. И, например, вы можете пригласить свою маму, вы можете пригласить своего брата. И так вы будете получать на несколько кабинетов. Это не запрещено. Сразу скажу, что в проекте нет фейков и это запрещено. Для чего проходить верификацию? Для того, чтобы человек был подтвержден, что это живой человек, что у него есть паспорт, что у него есть какие-то данные. Для этого нужно проходить верификацию и получать подтверждение от администрации сайта. Так, еще один вопрос. Что-то мне не верится. У меня в сертификате один хозяин моего сертификата. Как понять? Это понять вот только что. Сейчас я объяснил. Во-первых, у вас не может быть в сертификате один хозяин. Это разные люди. Это абсолютно разные люди. У них есть паспорта, у них есть место жительства. И они официально прошли верификацию не только в кабинете в Холлворд, но и в ВалетВан в кошельке. Сколько стоит активация? Сертификат есть на 2 года? А, 2 года не работал. Активация кабинета стоит 5 долларов. Оказание финансовой помощи 100 долларов. И вы, если вы 2 года по своим каким-то причинам не работали, можете начинать работать. Могу ли я пользоваться электронным кошельком в разных странах? Да, вы можете пользоваться. ВалетВан кошелек, он международный. Снимите, пожалуйста, видео-офис благотворительного фонда. Доверие больше будет. А чем вам поможет видео-фонда, если я его сейчас, на данный момент, он существует, и вы можете съездить и посмотреть, либо позвонить туда? На данный момент, что вам мешает или мне мешает? Или, например, Александру Комиссарову мешает сходить в соседний офис красивый, написать там вывеску? Для чего это надо? Каким образом это повысит? Ну, да, он как написал, каким образом это увеличит? Доверие какое-то. Чат на сайте тоже не помешал бы? Нет, чат на сайте не нужен. У нас есть официальная группа, и у нас есть официальный скайп-чат, в котором вам ответят на любые вопросы. И еще хотел показать еще одно. То есть, если у вас возникают какие-то вопросы... Сейчас я камеру отключу пока. Смотрите, у вас сейчас будет экран. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете пройти в свой личный кабинет, и здесь есть круглосуточная поддержка, которая отвечает вам 24 часа в сутки. То есть, вы здесь можете найти чат поддержки. Если... Вот, служба поддержки. Иногда здесь появляется окно всплывающее, на котором вы можете задать свой вопрос и получить ответ. Здесь же есть инструкция, есть вопрос-ответ, связаться с нами. То есть, для этого чат не нужен. Так. Я от ваших слов убеждаюсь, и с каждой минуты. Ну, Иван Крыжановский, не надо убеждаться в наших словах, надо поверить. Вы можете связаться непосредственно со своими спонсорами и спросить, почему у вас не получается. Либо изучить в базе знаний систему построения структуры и получить все ваши вопросы, ответ. Наш сайт не предназначен, именно наша платформа, чтобы на ней просто поболтать. Для этого есть другие чаты. Так. Дамир Кулаков здесь не может успокоиться и пишет, почему тогда мой спонсор получает переводы за 6 участников, как это возможно. Невозможно, Дамир Кулаков. Отвечаю официально. Невозможно получать за 6 участников в одном сертификате. Невозможно. Это все живые люди и с ними можно связаться. И многие, многие из этого сертификата, это родственники Ирины. То есть, они проходили верификацию. Не пройдя верификацию, вы не сможете получать переводы. И это закон. И вот даже постепенно отрабатываю на практике рекомендации базы знаний проекта. Активация реферала слабая по разным причинам. Активация рефералов. Мы не можем заставить людей, например, регистрироваться и оказывать финансовую помощь. Мы не можем этого заставить. Их заставить именно. Если у вас есть какие-то вопросы, свяжитесь с вашими спонсорами, которыми вы найдете на вашей странице. Вы можете их найти на вашей странице в самом низу, как я вам уже показывал. Сейчас я еще раз продемонстрирую экран. Смотрите. Вот ваш информационный спонсор. Вы можете задать ему все вопросы. Если у вас возникают какие-то вопросы непосредственно, которые касаются технической, технической или еще как-то, вы можете задать вопрос службе поддержки. Если вы не можете связаться со своим непосредственным спонсором, там есть еще 6 человек, с которыми вы можете связаться, и они вам помогут. Либо обратиться в официальный чат, скайп-чат, в котором вы можете зарегистрироваться после активации оказания финансовой помощи и сделать вот так, что спросить в любое время суток, там кто-то находится и вам ответит. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте, потому что вебинар наш немного затянулся, и я не успел рассказать, что хотел. Просто хотел сказать и показать на одном отдельном примере. То есть реальная история. Я сижу перед вами. Я заработал шестизначную цифру уже в этом проекте. Ирина Агапова, это моя жена, я с ней познакомился в проекте. Я очень благодарен тому, что я вступил в 2012 году в проект. Я благодарен, что она вступила в 2013 в этот проект. На данный момент читаю вопрос. Спонсора молчат, как рыба, а можно их поменять. Спонсора можно поменять на данный момент только в одном единственном случае, если вы удалите свой кабинет и выберете себе спонсора и активируете новый кабинет и окажете финансовую помощь. Либо в разработке в проекте всем миром будет такой инструмент, что вы сможете скоро, довольно-таки скоро, я думаю, это реализуется. И нам это обещают, что можно будет поменять спонсора непосредственно на сайте. Но сразу скажу, менять спонсора это будет дешевле, чем удалить кабинет и оказать финансовую помощь, но это будет платная услуга. Смена спонсора. Если ваши спонсоры молчат, обращайтесь либо в официальную группу, спрашивайте у людей, либо в официальный чат. Возможно, мир не без добрых людей, возможно, вам кто-то подскажет, как работать дальше. Да, смена спонсора возможно на данный момент только в одном случае. Нет, структура как в любом случае у вас не сохранится. Но я хочу спросить, ваша структура, зачем вы хотите менять спонсора, если ваша структура работает? Для каких целей это нужно вам? Если вы набрали структуру и она у вас не работает, что вы теряете в таком случае? Смена спонсора происходит без структуры и в первом и во втором случае. То есть человек, под которым вы зарегистрированы, вы уходите только из-под него. Структура ваша остается под ним. Если не ответил на чей-то вопрос, пожалуйста, задавайте еще, продублируйте свой вопрос, потому что чат бежит достаточно быстро, по-моему, ответил на все ваши вопросы. и нам уже у нас ограничение идет, нам уже надо заканчивать наш вебинар. Если есть какие-то еще вопросы, если есть, у вас появятся какие-то вопросы, пишите в официальную группу. Мы, конкретно я, либо администрация, модераторы официальной группы вам ответят на все ваши вопросы. На этом мы будем заканчивать. Желаю всем благополучия, желаю всем благополучно развиваться в нашем проекте, в нашем благотворительном проекте. И напоследок я хочу вам запустить ролик, который мне очень понравился. Вам возможно тоже очень понравится. Давайте сейчас я запущу ролик и будем на этом ролике прощаться. выключаю камеру. Это вам задание. Оно на весь год. Подумайте о том, как изменить мир и предварите свою идею в действии. Странно. Безумно. Безумно. Трудно. Противно. Противно. Трудно. А может возможно. это возможно. Где ваш поток возможностей? Он здесь. В мозгу. Тут. И вы это сможете. Вы сможете удивить. Все зависит от вас самих. это я. И три человека. И я хочу помочь им. Сделать что-нибудь стоящее, чего они не смогут сделать сами. А я сделаю. Потом они также поступят по отношению еще к троим. Будет девять. а я сделаю еще три дела. Будет 27. Расти это будет здорово. Поняла? Ого! доедет! Чудесно! Хорошо! Не терраю! замки! Ладно! Ладно! Тихо! По одному! Да! Это хорошая идея! Шон! Глупость! Адам! Это доверие! Люди плюют на доверие! Ну и что? Делай как знаешь! Тревор! Ты гордишься собой? Нет! Ты вообще не гордишься? Я не знаю! но ты же организовал движение платы вперед и не гордишься? Плата вперед распространилась из-за мамы потому что она очень храбрая а многие боятся они боятся думать что мир можно изменить понимаете теперь я думаю что мир не такое уж дерьмо но это нелегко признать тем кто привык к тому что есть они не хотят ничего менять они поднимают лапки и тогда они проигрывают и так на этом на этом хорошем ролике я хочу всем пожелать доброго вечера удачи успехов и попрощаться с вами и пожелать чтобы на следующий эфир вы пришли еще и привели своих знакомых и друзей привели скептиков которые вам не верят и не верят нам но на самом деле это все работает всем пока пока